Премии для тех, кому не все равно. Третий год проводится конкурс губернатора Московской области «Наша Подмосковья». Поощрять, как и прежде, будут социально активных жителей области. Кто-то вычищает ближайшие выдаемы от мусора, кто-то обустраивает площадку у дворя, а кто-то в свое свободное время навещает детей в больницах. Словом, премия за реальные дела. Жители Щелковского района каждый год отправляют заявки на соискание премий. В прошлом году по области их было рекордное количество. В этом году также планируют отметить лучшие проекты. Будут обладатели и главной премии по каждой из десяти номинаций. Один из заявителей на соискание премий – детская художественная школа Щелковского района. Она предлагает на суд жюри три проекта. Один из них участвует в номинации «Культ просвет». Это познавательно-исследовательский проект по формированию у обучающихся картины мира средствами моделирования пространства. Он называется «Щелково – моя малая родина». Мы считаем его значимым, потому что были решены одни из основных задач, которые ставят сейчас не только перед педагогами, но и перед обществом. Это, прежде всего, гражданское патриотическое воспитание. Это и задача социализации учащихся, потому что коллективное творчество, оно как раз помогает детям реализоваться в коллективе через какую-то индивидуальную свою работу. То есть каждый внес какой-то небольшой вклад в одно большое дело. И, конечно, это задача художественного развития, потому что мы дали детям основы макетирования, моделирования. Учащиеся первосмены летнего лагеря художественной школы создали макет города в разных изобразительных техниках. Здесь и историко-краеведческий музей, и фабрика техноткань, и Чкаловский аэродром, и городские многоэтажки, и набережная Клязьма, и даже самолеты в небе. Словом, все известные и малоизвестные объекты города. В качестве материалов участники использовали подручные средства. Например, в основу макета легли различные ткани, символ ткачества. В небо запущен бумажный самолет, но не какой-либо, а Ан-25. Прототип того самого, которым командовал Валерий Чкалов. Мы ходили на набережную делать ритм города, ходили на пленэр рисовать, делали зарисовки природы. Больше понравилось, как мы команды сделали разные проекты. Идея проекта родилась на основе наблюдений, бесед с детьми и зарисовок во время прогулок. Перед каждой из них обязательно подготовка. Это и сбор информации, и презентации, и командная работа. Обязательно экскурсии, исследования объектов на территории. А в сумме каждый из 50 участников приложил руку к созданию макета. Я узнал, что краеведческий музей не всегда был музеем. До этого он был книжным магазином, военным лазаретом 40-е. Одной задач педагогов было, конечно, учить детей наблюдать. То есть взгляд художника, он отличается от взгляда обычного человека в чем-то. Потому что художник старается увидеть в этом мире какую-то гармонию форм, цвета, увидеть взаимосвязь объектов. И именно вот такую цель мы ставили перед собой, когда с детьми ходили. Сейчас на премию подано уже около полутора тысяч заявок со всего района. Цифра продолжает расти. Прием закончится 31 июля. Общий призовой фонд премии в этом году составит 180 миллионов рублей. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.